здравствуйте друзья добрый вечер мы со светланой светочка отправляемся погулять и давайте вас пока я вам покажу нас об обоих чтобы вы не думали что я где-то потом наговаривают это все мы вместе пошли погулять света нет сомнений на всякий случай документально мы пошли погулять и я вот света хочу неожиданно для тебя задать те вопросы мы с юрием спаску коски с тренером моим сегодня минут там 15 разговаривали в скайпе на тему связанные с потерей веса и так далее да да красиво да все это мне пока показывает красиво молодцы молодцы и вот тема такая значит потеря веса и то что человек выглядит старше или там моложе вот я его говорю что у меня когда рожь была как арбуз так я выглядел там на 10 лет моложе а так получается похудеть похудел и речь шла а быстро а быстроте похудения я говорю что ты степ я ходил не три месяца может быть 6 то у меня бы кожа за счет естественной эластичности успевала бы подтягиваться и я бы не выглядел вот мне люди все врача там на 10 лет старше на 15 лет старше там и так далее тогда и вот юрий не стал говорить ну натянется кожа но время пройдет ну там массаж тебе сделают или так далее он этого вообще не сказал он сказал михаил берут что лучше выглядеть на 5 лет моложе и лежит на 10 лет дольше а это как тебе подход хорошо и жить на 10 лет дольше то есть и за то чтобы быть и богатым и здоровым и здоровым и красивым и я скажу тебе что вот сейчас пересматриваем наше питание во время этой чудовищной диеты на которой мы находились все было сделано не соответствии с нашими генетическими возможностями скажем так мы тогда тесты не делали давай может быть и объясню не надо объяснять ничего у нас есть некоторые реакции всех людей они есть на разные типы еды и теряется можно выявить только путем генетического тестирования поэтому когда ты ел яичные белки по 24 лица и день в сутки в течение недели я ел по 24 яичных белка и особо ничего больше ты не ел там уже не практично это было чудовищно я думаю что то как ты выглядел да она именно обусловленных яичные белки то на которые тебя чудовищная аллергия да да это что значит это значит ты их ешь хотя в организме воспаление может при этом худеть или толстеть вообще не имеет значения но это нездоровое дело да когда у тебя воспаление органе ты выглядишь больным выяснилось вот сейчас мы делали тест на пищевые всякие несовместимости выяснилось что у меня на яичный белок очень нехорошая реакция в течение недели по 24 яйца 7 дней в неделю по 24 это очень большой удар вот по твоей иммунной системе поэтому это все это поражается на бронзе я считаю что если бы ты худел соответствии со своими генетическими возможностями так ты бы нормально выглядел мы сейчас придерживаемся не скажу сто процентов но мы стараемся придерживаться вот этих принципов правильного питания уже мы знаем чего не есть и как-то пытаемся балансировать с гаврилова стараемся их результаты тестов и кроме того еще и диабет мы стараемся как-то балансировать сахар поэтому и ты стал выглядеть гораздо лучше можно конечно сказать что это от того что ты ходил делал фейшел процедуры а можно сказать что того что стал по нормальному питаться от того что я вот уже три недели четвертую хожу в зал и занимаюсь вот сегодня кстати четвертая неделя пойдет три недели закончить значит ты считаешь я как-то ну стал лучше выглядеть я считаю что поскольку лицо отражает вообще внутреннее состояние в особенности глаза которые у тебя после этой диеты были в чудовищном состоянии то есть у тебя настолько не мешки и вещи выражения лица виду выражение глаз они у тебя после этой диеты посмотреть видео отмотать все же записан тяжелый тяжелый очень вид больного человека изможденного больного даже может говорить это веселые вещи но вид больного человека как вот ты пошел в зал и у тебя стал другой вид это исключительно глаза которые придают совершенно другой вид ну а до глаза тоже внутреннее состояние юра кстати рассказывает что он наш как но он накаченный и так он по жизни он у него там есть жирок а когда нужно выступать на соревнованиях соответственно там качки сгоняют жир называется сушка у них так вот юра хотел доказать на своем примере что можно резко потерять много веса и ничего тебе с этого не будет но понимаешь как но он но он все-таки достаточно тяжелые дай у него там слава богу есть там как жир немного весит жизненного если он весит из пластных мускулов жир весит примерно коэффициент 06 по отношению к воде легче воды так но смотри что происходит значит юра записал специально такой сюжет где он в течение двух недель скидывает так сушится на 10 килограмм до на 10 килограмм то есть именно важно сгонять жир чтобы мышцы было хорошо видно потому что люди когда просто и худеют у них мышцы уходят тоже не только жир и поэтому вот он показывал значит что это возможно его потом люди говорят вот помогите мне похудеть там на 10 килограмм там за две недели ты ты не сможешь это я у меня это уже мышцы с помощью которых я могу это все но вопрос чем похудеть на 10 килограмм за две недели или даже за месяц но мы там это в делаю я 7 я 7 килограмм месяц худел я уж не помню с такой скоростью надо было так чудовищно что даже не хочу вспоминать об этом но у тебя чудовищность это было чисто от психологического аспекта еда не сильно напрягала но настолько это все затмило не было так плохо при этом я не считаю что тогда должен быть процесс похудения организован то есть у тебя просто не было психологической поддержки а так и скорее наоборот у меня был скорее наоборот меня просто гнобили вообще психологии когда я сказал о смотрите я там уже сбросил там не знаю там 20 панда вместо того чтобы сказать молодец давай так держать он мне говорит а еще смотри сколько осталось да очень поощрять он тебя хотел довести до до белого кода 60 там сколько в 7 килограмм я даже не хочу это обсуждать потому что это чушь собачья все это не обсуждаем это ерунда ну что же хорошо значит возвращаясь к внешнему виду все-таки вот женщины свет они же чувствительны внешнему виду и мужчины чувствительны вот я могу про себя сказать что я то есть они не сильно чувствительны но не но не хочется выглядеть плохо но выглядит совсем плохо тоже не хочется вдруг морщины там там где их не было понимаешь и так далее и а как же тогда вот вес терять ну вот вот что делать то ну как вот внешний вид и потери веса внешне потери веса делает тебя более здоровым человеком внешний вид ты хочешь при этом хорошо выглядеть я пошел заниматься спортом цвет но и спортом но физическими какими-то упражнениями из-за того что у меня ушел вес я почувствовал какую-то силу легкость меня потянуло в этот джим понимаешь я иду туда как на как я не знаю но я коммунист на парт собрания я считаю что как бы мне вот мой лишний уход лишнего веса совершенно не повредил а наоборот я сейчас выгляжу очень хорошо и сама себе нравлюсь в общем как бы у меня нет таких проблем и я буду снижать вес до тех пор пока у меня не появятся явные следы на лице что что-то не так так вот а пока что все так и слава богу а если например вот ты пришла в такое состояние когда все я больше не иду вниз но может быть так получится что ты пройдет годик и ты все это подтянется и ты скажешь себя я могу еще скинуть там несколько кило я не знаю делом что уже я уже нахожусь такой весе что не так просто это все уходит так вот еще тоже нужно понять а как находиться с обильным весе чтобы он не прибавлялся ты сколько нужно есть сегодня у меня как бы выверенная еда я уже примерно понимаю чем речь идет да и даже если она немножко флуктуирует я за счет количества еды или качества еды могу балансировать это как-то то есть если мы например идем вот у нас намечается большая гулянка субботу субботу и конечно там в общем будет много еды друзья приглашаю вас с нами в субботу на гулянку в очередной раз мы будем на берегу на высоком берегу тихого океана в веселые компании вот снимем репортаж ну да как всегда уже не первый раз не первый не первый у нас получается два раза в сезон где так мы ездим туда вот и ну и конечно после этого нужны дополнительные усилия по балансированию веса это мы все прекрасно понимаем но мы еще не знаем как вести себя когда вес должен будет стабилизироваться то есть я например не знаю что для себя поэтому но у меня пока это не актуально поэтому пока летим а дальше будет видно ну что же то есть интересно и вообще интересная сторона в жизни открывается с вот с этими похудениями с постройнением постройнениями с занятиями и физической культуры я не ожидал совершенно что такое колоссальное количество людей вовлечено в то что они ходят джим там со штангой там железяками или там какие-то упражнения делают там ходят у меня девочка слышишь ну девочка студентка она говорит ой михаил я видел и видео как вы там с юрием спас кукоцким ягода говорю а что она год ну что вы юрий где-то же подписано на его канал я там уже два года приседают со штангой я говорю а со штангой зачем приседаете агат ну что вы гид это же гид вот и так похлопывая себя по мягкому месту это для мышц чтобы вот это вот выглядело хорошо я бы ну хорошо выглядело как бы отходит там на два метра и начинает крутить этим местом и демонстрирует что выглядит она совершенно замечательно вот и я юрию рассказал тоже он говорит но хорошо выглядит тоже это чисто мужской взгляд на ясно вещи но девочка хотела она хотела играть на колени она ягодицу хотела ягодицы она позвоночник света она позвоночник поэтому техника очень важно ну а тебя вот не тянет куда-нибудь там может быть поприседать гантельки какие-нибудь там то есть у тебя сколько там пять дней в неделю 6 до выходные мы тоже гуляем но мы в целом находим свои 10 10 тысяч нет наверно только выходные дни мама своего мальчика надо выгоняет с поля да идем а все стоит и смотрят ну правильно чё будет 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 куда же его маму не слушать куда же его маму не слушать так идем так продолжаем то есть ты не уверена что тебя как-то вынесет джим ну именно я вообще не не сторонник общественных учреждений вот если люди это публично пить кофе то я вообще не люблю этого всего и не люблю ходить в джим я что-то и буду делать а скорее всего просто сама дома ты знаешь что я тебе скажу что что вот но я просто не люблю делать упражнению где-то столько лениво что на систематической основе не трудно поверишь я долго выдержу слушай в джиме я хочу сказать там когда я прихожу иду делать немножко так десять минут так разминку кардио так чтобы так разогреться и вот эта установка на которой я обычно стою дорожка это смотрит на стекло за стеклом большущий зал большущим зале человек 50 60 девчонок разного возраста там даже может быть пара мальчиков есть все мальчики такие знаешь я бы сказал неказистые такие девчонки разные есть изумительно ладненькие есть тоже такие довольно упитанные и не попадающие в такт там и так далее но как-то так но в основная масса это китаяночки худенькие и очень я бы сказал так нагрузка там у них большая то есть там тренер носит стоит на таком приподнятым чем-то и очень классно все исполняют они должны за тренером ну кто как может с ковриками своими они там этих ковриках и я хочу сказать они в таком темпе такую нагрузку я бы умер там это джумба ну уж как не на как назовешь свет но но ты понимаешь и боком и так и сяк и вперед и назад и в темп понимаешь самое главное темп 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 я бы подох там просто подобно так что не знаю молодых свои причуды чё нам с ними равняться так там свет там есть такая же постарше нас ну ты знаешь там никто никого не ругает и никто ни за кем не следит попадает не попадает ну как могут понимаешь там ты можешь делать вдвое медленно палками машут они не будут сражаться на шестах сейчас подойдем поближе так поснимаем это просто парк друзья обычный городской городской парк и они вот машут этими палками причем явно мужик задает тон да а девочка должна за ним успевать ну да он за ней присматривает и команды голосом подается до пошли вот друзья только мы про физкультуры то а вот они в парке тут стоят со своими дубинками после работы да да ну что же вот моя чек бежит смотри а мы с тобой идем а он бежит мы быстрее всех идем это обходим обходим международную группу такую интернациональную ты знаешь мы с анной леонидовны шли по костка и я говорю вот ты смотри значит кто там шел там навстречу или кого мы обгоняли и там не было американцев но и сам были китайцы там были индусы там были всякие счет вот даже даже афроамериканцев не было вот просто ягод и настолько нет американцев что уже мы с тобой фактически за них относительно сравнению с этой нашей саневелли да не саневелли саневелли это просто да в этом парке мы гуляли выходные дни с внучками да мы были единственные белые люди на весь парк да просто было процентов 80 из индии остальные азиатские люди были какие-то иранцы иранцы тут бывают мусульмане иногда так я вижу не знаю откуда но вот в этот день значит мы были два белых после 4 вот остальные все были какие-то еще другие девочка за рулем серьезно машины машины серьезные девочка строгая такая они тоже навешаны да конечно они сейчас шмаляют так ну что же друзья мы с вами поболтали о вопросах красоты и здорового жизни я я хочу сказать что мне как бы неудобно в том смысле что это какой-то такой трюк наездженный говорят водка это надо там провоцировать в тех кто тебя смотрит надо их провоцировать чтобы они писали комментарии ставили лайки там и так далее и так далее во время стримов до лишь обставили лайки мне просто так даже неудобно так а нафиг тебе эти лайки нет но я не знаю но положено говорят все говорят подписывайтесь на канал ставьте лайки а я настолько забываю что я тоже я тоже не помню и забываю но я сейчас о другом говорю я хочу сказать что на самом деле мне безумно интересно читать комментарии наших зрителей они на стримах то что пишут вообще пропадает потом стрим не попадает мысли в то видео которое висит он только справа там остается пробегает но я хочу сказать что мы со светланы всегда читаем и не просто читаем я читаю сам светлана читает сама потом мы начинаем обсуждать какой комментарий зацепил значит и что вот надо бы на эту тему поговорить и там потому что именно комментарии являются источником вдохновения сегодня как раз говорила о том что человек спрашивает что он говорит что хочет набраться мудрости до успешных ты спроси что него я говорю да так вы хотите чтобы мы еще и вопрос за вас придумали то есть скажешь просить четкий вопрос на каждый четкий вопрос и четкий ответ то есть ты говоришь а вот хочу я знать как быть успешным в целом до низу тебе на это ни разу не ответит нужно самому вот начать быть успешным с того чтобы включить мозги немножечко напрячься и выдать какой-то вопрос ну если уж ты так в эту сторону тебя повело то я скажу что для того чтобы быть успешным надо соответствовать своему предназначению то есть ты пришел на эту землю для чего-то и до тех пор пока другие люди будут тебе определять для чего ты пришел у тебя ничего не получит с этим нужно разобраться до разобраться в один день не получит мир нет и поэтому через вопрос на самом деле такой вопрос до нас показывает что у человека есть недостаток чего-то хочет это знать то есть он понял что ничего-то не хватает да он сформулировал вопрос хочет получить эту он собирают информацию и очень по теории шести этапов преодоления проблемы значит он находится в стадии сбора информации он everyday он понимает что проблема есть он уже он уже не отрицает она ведь проблема есть и он задает вопрос но чем потому что он чем человек собирающая ни сформулировать вопрос тем быстрееhana монтайте конечной точке потому что если раз тот каица вообще расскажите мне будет положить дây но просто он находится на ранней стадии на которой он еще не обязательно в состоянии сформулировать У меня тоже бывает, Света, у меня тоже бывает, что я не могу сформулировать вопрос, потому что я просто не готов. Нет, все правильно. Но мы же адресуем это не одному конкретному человеку, а многим. Они все находятся на разных стадиях. Поэтому, друзья, формулируйте вопросы. Чем лучше вопрос, тем больше информации полезной вы получите. На самом деле, то, что мы вам можем дать, вы даже не можете оценить это. Потому что у нас действительно очень разносторонний опыт и содержание и все такое прочее. Но чтобы мысль завелась, нужно ее включить вот хорошим вопросом. Знаешь что, давай так, ты меня вывела на второй вопрос, который я хотел задать. Потому что я-то ребятам хотел сказать, что вот мы на самом деле читаем и обсуждаем ваши комментарии, они нас заводят. И поэтому по вопросу красоты и внутреннего самочувствия, вот это вот, очень хотелось бы... Я понимаю, что по вопросам потери веса и физического здоровья, упражнений и так далее... Потери веса и физического здоровья, это звучит хорошо. Ну, подожди, нет, нет, здоровье как таково. Я понимаю, что у каждого практически есть свой опыт и в семье, и, может быть, даже разные опыты в семьях, понимаешь, друзья и так далее. Я хочу вот просто послушать, что люди расскажут на эту тему. Но второй вопрос, который я хотел задать в этом сюжете, и ты его как бы сейчас сформулировала... Ну-ка, что там было? Сформулируйте вопросы. Я говорю, четкий поставленный вопрос дает колоссальный inspiration и толчок в движении вперед. Потому что на него получен более-менее четкий ответ. На вопрос в общем ответ может быть очень банальный. И вы его сами знаете, он есть, он на слуху. А на более четкий вопрос и четкий ответ. И я уже неоднократно сталкиваюсь с ситуацией, когда мне люди формулируют вопрос, я что-то говорю, они говорят, о, классно, у меня просто появилась стратегия, что мне делать дальше. На самом деле там... Я потом запись буду слушать, я вспомню, там проскочила некоторая линия у тебя, из которой был очень хороший вопрос. Я просто его позабыл, пока формулировал первый. Ну, значит, да. Ну, если вспомним, да. Ты знаешь, что у меня происходит? У меня на макушке чакра открылась. Когда? Давно? Вот пока мы сейчас шли и разговаривали. Вот последние буквально там 30 секунд. Вдруг она открылась так, что, знаешь, мне хочется... Сифонит, да, по-настоящему сифонит. Это, видимо, какая-то подзагрузка у меня пошла. Вот так и живем. Сказанное слово открывает чакру коронную и идет подзагрузка. Что значит коронную? Ну, коронную. А, туда, там, там, где корона должна была бы быть, да. Короны нет, друзья? Она называется краун чакра. Да, краун чакра. А чакра есть на этом месте у каждого. Важно только, чтобы кто-то мог открыть ее. Да, в общем... Я уже себе приписываю, что, может, я открыла ее своим вопросом. Ты, безусловно, меня включила сейчас. Но я потерял вопрос по ходу дела. Ну, найдешь потом, значит. Ладно. Хорошо. Во всяком случае, один вопрос остался железно. Это вопрос о том, с чего мы начали. Так что... На самом деле, на самом деле, если есть вопрос, который плохо формулируется, да, я, например, Света, вот, я понимаю, что ты говоришь, что наш опыт... А, я вспомнил второй вопрос. Что вот наш опыт, и что он большой, и что мы можем довольно точно попасть в какую-то точку, но я, например, совершенно не отказываюсь говорить на тему, когда вопрос не очень четко сформулирован. Я понимаю, что это значит. Я готов... Но он все-таки должен быть достаточно конкретный. Не вообще, как прийти к целям, как воспитывать детей, как заставить их учиться. Это очень общие вопросы, и на них есть очень общие ответы, то есть, которые ты знал. Сенчик, я согласен, я с тобой согласен. Я просто с удовольствием поговорю и на более общие тоже, потому что это дает тебе много направлений, которые можно затронуть, понимаешь? И глядишь, человек как-то вот он сориентируется лучше. Но я вспомнил второй вопрос, который я хотел задать. Он меня очень беспокоит. У нас... Нам нужно остановиться, мне уже высыпать. Давай. У нас со Светланой был такой разговор, что почему вообще люди к нам ходят на канал, приходят? Что, собственно, их приводит к нам? Что их удерживает с нами? Потому что есть люди пришли, есть люди ушли. Например, это попал камушек в туфельку. Например, Света, у нас за год в среднем 30 тысяч подписчиков. Ну, бывает год, когда 40 и даже 50, но в среднем где-то 30 тысяч подписчиков за год. И вот для того, чтобы эти 30 тысяч накопились, то у нас 50 приходит, а 20 уходит. Так? 50 пришло, 20 ушло. 20 ушло, видимо, они не нашли то, что хотели. Но... Суете, по-всякому. Ну, естественно, люди заходят, люди уходят. Я тебе скажу, что я подписан на два десятка каналов, я практически их не смотрю, так иногда посматриваю. Но... Но... Те, кто нас смотрит, те, кто у нас давно... Я пытаюсь для себя сформулировать что-то... Можно я скажу одну вещь? Постой. Как раз тему вашу. Ну, послушай, я хочу вопрос задать ребятам. Ты сейчас тоже скажешь, но я хочу вопрос ребятам задать, что это такое. Вот я думаю, вот я сейчас делаю сюжет. Например, я сделал бы сюжет. Вот приходит человек на наш канал. Вот такая ситуация. Он приходит на наш канал первый раз. И он смотрит там ролик в одну минуту. И это у меня такой на одну минуту, вот такой элевейтер спич. И я им говорю, ты пришел на канал, где есть мы. Мы это раз, два, три, четыре, пять. Вот я хочу понять, что это за раз, два, три, четыре, пять. Может быть и семь, и восемь, и девять, и десять. Что они в нас видят. Потому что мы можем совершенно не так себя позиционировать, как, допустим, тот зритель, который нам близок, дорог, и ради которого мы вот все это... Говори. Я сегодня задала вопрос в стриме. Да. У тебя есть совершенно фантастические видео, путевка в жизнь на разные возрасти. Это плейлист. Да, плейлист. Путевка в жизнь, да, да, да. Это плейлист. И, понимаешь, конечно, у нас аудитория меняется на канале, да. И я специально задала вопрос. Я говорю, друзья мои, а кто вот знает вообще об этой путевке в жизнь? Да. И там даются самые такие сакраментальные вещи, которые ты просто почитаешь, и у тебя становится ясность вообще, как тебе жить. Да. Что ты можешь, чего ты не можешь. Ну, так что, кто-то смотрел? Вот, один человек плюсик поставил. Один, единственный, на там, триста человек, которые смотрели. Поэтому... Ну, а как же, а как, Света? Ну, а как сделать? Нет, просто мы должны, наверное, все время, поскольку аудитория меняется, мы должны все время, а мы все время говорим на эти темы, о том, как прийти к своей мечте, и что есть мечта, нам нужно все время напоминать. Ребята, у нас есть материал, просто вам трудно его найти, но если мы вам покажем, где это находится, вам будет легко это найти. Ты знаешь еще, что интересно? Я постоянно в комментариях на моих стримах, и не только в стримах, просто под видео. Знаешь, бывают комментарии, не относящиеся к видео. Просто у человека в этот момент какой-то позыв, ему хочется сказать уже неважно где. Я каждый день, а иногда по нескольку раз, получаю сообщение, я очень люблю вашу философскую тетрадь. Да, философская. Но путевка в жизнь, это тоже философская, но она вынесена отдельно. Она не менее философская. Она не менее философская, просто отдельная, чтобы ее легко было найти. Ну, она возрастная, потому что, да, там, что делать в 17 лет, что делать в 25 лет. Да, да, да. И она очень классная. Поэтому, друзья, те, кто не знает, что это такое, я вам очень рекомендую для собственного развития обратиться. Путевку в жизнь. Путевку в жизнь, да. А там началось с того, что мальчик написал, ему было лет 15, и он говорит, вот как, как мне жить? И я ему уже зарисовал. Потом звонит, не звонит, но пишет, другой мальчик, которому там может быть 20, он говорит, а минуточку, а как же нам быть? Он говорит, 15, я понял, а мне-то уже там 20, я говорю, давай с тобой поговорим. А потом звонит, там пишет человек, а мне 35. И мы так дошли, по-моему, уже до 55+. То есть, что делать, как жить, вот если ты приехал в Америку, тебе уже за 55. Там, конечно, серьезный был уклон в иммиграционный такой контекст, но это не исключительно иммиграционный, абсолютно, это никак не связано. Да, люди все время думают о том, как им жить дальше, да, в любом возрасте. Хочется понять, где они находятся и проверить по какой-то шкале, а что у них впереди-то. Светик, ты знаешь, что еще интересно? Вот Глория, наша соседка, вот скажи, она, может быть, я так не понимаю, ты как женщина лучше скажешь, но мне кажется, она потрясающе выглядит. Она потрясающе выглядит. Она следит за собой, она каждое утро ходит по садику своему, что-то там ковыряется с цветочками, а два раза в неделю она ходит в джим, там, со старушками. То есть, она в джим еще ходит? Она ходит в джим, да. Ё-моё! И она очень любит тепло одеться, очевидно, это у нее связано с чем-то, что она как-то хочет, то ли она потеть хочет, то ли... Мужик ее, рукастый, он все время что-то там с рубанком, пилой там, что-то мастерит у себя в гараже. Они очень деятельные. На самом деле, Глория, они очень классные, потому что это как лучик света, лучик солнца на нашей улице. Да. Они всех знают, они тут живут уже очень давно, и они знают тех, кто жил изначально вот в этом районе. Да, они знают всю эту улицу за последние там 50 лет, да? 30 лет. 30, да. Ну, они знают с самого начала, да. Да. Вот, и они всех сразу знакомятся, то есть, это то, чего Америка уже потеряла давным-давно. Угу. Приезжают новые люди, знакомятся с соседями, мы уже жили там. А вот мне один человек написал, что же у вас такой акцент сильный русский? Там, типа, я говорю, а что? Он говорит, ну вот, я, говорит, просто слышу китайцев, там у нас какие-то есть китайцы, как они плохо говорят, и я их с трудом понимаю. Я, говорит, вот увидел, как Глория с вами беседует, и я подумал, что, наверное, ей так же тяжело вас понимать. Вот что ты скажешь? Я думаю, что это зависит очень от развития американцев. У Глории нет проблем. От уровня интеллекта. От уровня интеллекта, да. Простые вот американцы, кандовы, они иногда не понимают. Из глубинки. Да. У нас тут все привычные. Ну, во всяком случае, я не думаю, что какие-то проблемы есть. Чирик, это нормально. На уровне бытового разговора не проблема. Я хочу сказать, что насколько сложнее, чем нас, понимать китайцев. А индусов вообще? Индусов не всех. Подожди, подожди, подожди. Есть индусы, которые изумительно говорят, северная Индия говорит очень чисто, очень хорошо. А вот южная, вот там, где Бангалор, и вот эти все дела, южная говорит с кашей во рту. Вот это вот. Их безумно сложно понимать. Безумно. Ну, то есть, при том, что я уже вроде привычный, и все, иногда просто как, вот даже не знаю, что сказать. Я в магазине покупала сейчас это технику бытовую. Да. И был индус-продавец, он мне сделал хороший дискаунт, мы раздавались с друзьями, он хотел мне угодить, потому что я делала большой заказ. Ты имеешь в виду для стройки нашли? Да, но я его с трудом понимала. Просто было так тяжело. Да. И ты не представляешь, как у меня студенты жалуются, которые, особенно в онлайн-классе, особенно в онлайн-классе ребята, как они жалуются на то, что невозможно разговаривать с рекрутерами, потому что они звонят, они что-то такое говорят, понять невозможно, потом они куда-то исчезают. И у меня есть люди, которые говорят, если я слышу, что индийский акцент, я просто трубку кладу. Такие есть. Я говорю... Да, у нас за последние 25 лет вообще не было никогда индусских агентств. Когда мы начинали, все агентства были белые, такие рафинированные, белые люди, американские. И все, индусы их всех смели. Они именно такие были, чуваки с понтами были. Да, с понтами, да. А все смели, все индусы, и теперь эти все агентства уже. Вот, значит, я представляю. А уже техника, к ней не осталось никого? Нет, техник не осталось. Нет, ну вот там были же, и помоложе нас были. Это вот забыл, как ее звали. Да. Нет, нет, были очень, очень классные были. Это была целая культура, целый пласт такой был. Сейчас это все сметено. Да. Абсолютно сейчас все, все по-другому. Ну что же, хорошо, друзья. Значит, мы не будем выражать сочувствие Глории. Она нас любит. И мы ее любим. И мы ее любим. И она нас хорошо понимает. И мы ее тоже. Ты считаешь, у нее есть какой-то бритиш произношение? Она, по-моему, ребенком сюда приехала. Какой бритиш. У них остались корни. Она еще, вот она выкрасила дом, дом голубенький с беленьким. Да. Она говорит, это у нас вот домик был такой. Ну, ей было там лет пять. То есть, ты хочешь сказать, что она со всем ребенком приехала? Да, она рассказывала. И вот тут детские, ностальгические воспоминания, она здесь тоже выкрасила домик. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что она не вышла за него замуж в Англии? Не-не-не-не. Во-первых, это у нее, у него это второй брак. У них есть целая куча детей от первого брака. Понял, понял. То есть, они, конечно... А он тоже англичанин? Да, да. Они познакомились здесь, они работали в аэропорту. Сан-Франциск аэропорт. Ну что же, друзья, вот такие дела. Хочу сказать вам напоследок из последних, так сказать, моих разработок. У меня сейчас есть человек 5-6 бывших наших выпускников. И русские, и американцы, и китайцы, и какие хочешь, которые специально их отбирали по принципу, что они свободно говорят по-английски. То есть, не только американцы, но и все остальные. И я буду на канале Портнов Скул сейчас делать интервью с людьми на английском языке. Вот то же самое, что я делаю на нашем основном канале. Но там больше ребята, которые приезжают, хотя есть уже такие, кто закончил. Вот. Но здесь я хочу именно тех, которые закончили, чтобы было видно, что какой-то результат есть. они просто, ребята, которые приехали, и мы думаем, получится у них или нет. Так что, те из вас, кто хочет послушать хороший английский, не имеется в виду мой, вот, то, пожалуйста, я вас приглашаю. Буквально через недельку мы начнем, и это будет регулярным таким занятием каждую, каждую неделю, я думаю, делать как минимум по одному сюжету. Такой вот план. Света, ты слышала о таком плане? Ну, я его инициировала, можно сказать. Она стояла сзади. В общем, Света уже поперла, уже есть люди, они хотят что-то сказать, и мы дадим им эту возможность. А вам, друзья? Дадим возможность послушать это. Дадим возможность послушать, я думаю, вам будет интересно. Жизнь продолжается. Двигаемся вперед. Двигаемся. Вот как ты хорошо сказала, Света. Двигаемся вперед, чего и вам желаем. Засим пока. Пока-пока. Светлана и Михаил.